Объехать лося и прохватить погрунтовки. Я не проеду, это точно. Замесить грязь и уйти в занос. И что это было? Я пустил газ в повороте. Москва рулит, делает все это раньше вас, за вас и для вас. Держись крепче. Чтобы через 10 минут вы знали новую машину, как облупленную, в лучшем смысле этого слова. Копить или купить? В обществе потребления этот вопрос поважнее, чем быть или не быть. Печь костней, чтобы купить разрекламированного немца или японца. Или прямо сейчас взять недорогого китайца. Будем искать ответ вместе с кроссовером Чинган Си Эс-35. Компания Чинган появилась на свет больше 150 лет тому назад. И начинала с производства ружей и винтовок. Неудивительно, что первыми транспортными средствами марки стали армейские внедорожники. Сейчас компания, лучший китайский друг Сузуки, Форда и Ситроэна, собирает у себя на родине машины всех этих марок. В год Чинган выпускает больше 2 миллионов автомобилей. Это раза в 4 больше, чем АвтоВАЗ. Размером он примерно с Ниссанжук. От хвоста до носа 4 метра с небольшим. Причем китайцы не отрицают, что делали этот кроссовер специально для тех, кто живет в больших городах и пачкаться не любит. Смотрится Чинган под жаро. Свесы короткие и губу бампера китаец не выпячивает. Но не дайте себе обмануть, версий с полным приводом нет и не планируется. Черный кожзам, красная прострочка. Смотрится солидно и стильно. Причем корейские производители за такие деньги вам ничего, кроме тканой обивки, не предложат. А тут еще подогрев имеется, представляете? А, руль тут можно отрегулировать только по высоте. К сожалению, подтянуть на себя или отодвинуть нельзя. И в машине за 800 тысяч рублей это, по крайней мере, как-то странно. Мультимедийная система с USB-портом может быть по начинке и неплоха. Но экран с самого начала все портит. Он и тусклый, и бликует. Иногда что-то сделать можно только по памяти или кнопками на руле. Дизайн интерьера в целом не раздражает. Но если у вас есть аллергия на жесткий пластик, то переднюю панель руками лучше не трогать. Учитывая размеры автомобиля, надо сказать, что место сзади не вагон. Подлокотника, как видите, нет. И подогрева тоже нет. Раньше у Роллс-Ройсов мощность не указывали. Писали достаточно. Здесь про разгон тоже можно сказать без цифр. Просто очень долго. Выбрал курс, встал послушника в свой ряд. И едешь, не напрягаясь прямо. И желательно с постоянной скоростью. Кстати, далеко не у всех китайцев есть круиз-контроль. А здесь он имеется. Шума от кроссовера очень много. Здесь и рев, и гул, и свист. Звучит все от покрышек до мотора. А еще для полного комплекта иногда салон поскрипывает. Интересно, может быть, меня удивит акустика? Сейчас мы это проверим. Подключаю радиостанцию Москов-ФМ. Ну, на троечку из пяти потянет. О захвате российского рынка китайцы пока могут только мечтать. На них приходится только 3,5% от проданных в России машин. В лидерах три года подряд марка Лифан. 23 тысячи машин это больше, чем Хонда или Ситроен. Причем на достигнутом не успокаивается. Свой завод под Липецком строит. За второе среди китайцев место бьются Джили и Черри. А Чинган только на шестом. Чуть больше тысячи проданных машин за год. Можно ли положиться на китайцев в сложной ситуации? Выясним на нашей площадке. Поможет мне в этом профессиональный автогонщик, обладатель Кубка России по ралли Михаил Превоспитский. Смеш, начнем испытание с змейкой для этого китайского кроссовера. Давай попробуем. Меленький разгон у нас такой. А есть ручки у тебя специальные, ты можешь держаться. Да, конечно, моторчик 1.6 слабоват. Получается, что у нас медленный газ, но резкий тормоз. Тормоз, да. Тормоз хороший, надо знать должное, АБС работает. Мне не очень понравился руль. Он такой очень информативный. Она, знаешь, как в вате. Давай в поворот. Газ в полу. Смотри, 80, 80. Опа! Мама! И что это было? Я отпустил газ в повороте. И так как нет здесь электроники, которая нам с тобой поможет, у меня. Мобиль занесла. У нас объезд препятствия. Медленно и печально? Или как? Сейчас попробуем. Цыганьком, а? Давай, давай, давай. Ну, жми, 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 жми. Так, 70 и 80. Ура! И нормально едет. Вполне. Вполне нормально. Хорошо, адекватно. Но в целом машина рулится и управляется. Да, я думаю, что за те деньги, которые она стоит, только очень неплохой автомобиль. Конечно, расстраивает, что у нас с тобой нету здесь полного приема. Ну, цена, опять же, не быстрая, адекватная, без изюминки, можно так сказать, уравновешенная. Да, без драйва. Двигатель под капотом кроссовера «Чинган» собственной, причем недавней разработки. Объем классический. 1,6 литра, мощность 113 лошадиных сил. На выбор механика и автомат. «Чинган» — горожанин, но у нас правила просты. Назвался кроссовером «Выезжай на грунтовку». И помогает нам, как обычно, специалист по глубокому тюнингу внедорожников, пилот команды «Оффроудмастер» Дмитрий Войнов. Поехали за мной. Давай, я посмотрю, как ты проедешь, а потом решим. Тут глубина полметра, Дима. Я не проеду, это точно. Сейчас наше испытание на этом и закончится, Дим. Давай ты сядешь за руль и поедешь. Что ты испугалась от такого? Да посмотри, ты знаешь, какие тут звуки в машине внутри? Страшные? Очень. Как ты говоришь, ходом или как? Ну, аккуратненько прям, совсем ходом не будем. Были звуки? Нет. Чем-то задел? Дима, ну ты мастер. Надо просто не бояться и ехать вперед. Едем дальше. Ну что, проверим сейчас на геометрическую проходимость твой автомобиль? А вот ты сначала себя проверь. Все хорошо, а теперь ты? Ничего не вижу. Так, 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 вау. У меня машина, смотри, просто висит сейчас на двух колесах. Да ты на тормоза не нажимай, да и все будет нормально. Вперед, пожалуйста. Серьезное испытание для бедного китайца. Резина действительно летняя вообще, даже не всесезонная. Что, даже антипробуксовочную систему не поставили, да? Ну что, будешь меня вытаскивать? Да нет, я, наверное, сяду за руль, да выйду. Мне кажется, даже тут твой профессионализм не поможет. Не может быть такого. Держись крепче. Жестенько, чуть-чуть, ну, как смог. Ну, видишь, она, конечно, погремушка такая, да? Да, вообще, да. Очень жестко, очень тряска и очень шумно. Вот о чем я и говорю. Летняя резина, машина неуправляемая. Ей туда хочется, по льду. Страшно, да? Мне тоже. Чуть-чуть, видишь, превысил скорость и все, машину понесло. Ну, а если бы была нормальная резина, зимняя, с шипами? Все было бы хорошо. Начинаются цены на CS35 – 687 тысяч рублей. Наша самая дорогая версия стоит 799 тысяч. В конкурентах и старый друг Рено Дастер, и китайские новички российского рынка вроде Черри Тига 5. В минусы записываем компактность. CS35 проигрывает другим китайским кроссоверам 15-20 сантиметров, которые пригодились бы сидящим сзади. Что касается водителя, ему вряд ли понравится своеобразная эргономика всего – от сидений до мультимедийной системы. К плюсам относим то, что Чинган выглядит неожиданно хорошо для китайца, а стоит гораздо дешевле схожих по размерам и опциям корейцев и японцев. Для многих все китайские машины на одно лицо, но мы их уже научились отличать друг от друга. Вот и вы не списывайте со счетов автомобиль из-за незнакомого логотипа. Дайте машине шанс. И главное – садясь за руль. Помните – тише едешь, дальше будешь. Субтитры создавал DimaTorzok